Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем, люди говорят, что нам легче слушать, смотреть, чем считать. Занятие, которое я проводил с 91-го года в Потеряевку. Занятие тематическое. Вот что событие случится, я объясняю, это событие во свете Библии. Поэтому жизнь понятная делается. Ну и сегодня у нас тема объяснительная. То есть батюшка потребовал объяснительное, видимо, по всей вероятности так. Итак, объяснительное. Слово «объяснить» встречается в Библии 45 раз. Некоторые противятся писать объяснительные. И этим они себя изобличают, что пренебрегают общими правилами и думают стоять на своем. В любом деле нас должно интересовать в первую очередь то, что по этому делу говорит Святая и Вечная Библия. И когда увидишь, что это требование истины, справедливости, священного писания, то есть самого Бога, тогда сразу и скажи себе, что ты противник Богу, то есть сатана. Противник сатана. Самому себе скажи «сатана» и все это достанет на место. И тогда при этой ясности увидишь всю наготу свою и всю фальшь своей жизни под эгидой христианства. На самом же деле не соответствует ничему христианству. Вот эти аватары, ники, когда ни фамилии, ничего нет, и друзья напрашиваются. Уже несколько раз одному говорю, ну ты поставь ни фотографии, ни анкеты, ничего нет, с кем дружить, там машина стоит или икона. Ну то есть и хулиганят так. А если бы знал точный-то адрес, один хулиганил, его нашли. Он всякие пакости нам делал. Вот отрезал мою голову, представлял там, где блуд творят-то. Ну пожаловались в прокуратуру, а это в Казахстане. Нашли, приперли, все, картинки убрал, как будто его никогда и не было. А то ничего нельзя сделать. Почему же нельзя-то? Господь силен. Вот я зачитал вам объяснительную нашу, когда батюшка потребовал, почему несколько наших людей не были на утреннем богослужении среди недели, на страстной неделе. Страстной. Страстной. В этом требовании батюшки видим его любовь к нам. Он заботится о наших душах. И уже через час мы ему все представили от себя лично каждый. Дали разъяснение, что мы тут как пришельцы, что не успеваем подготовиться к открытию лагеря. То есть лагерные наши не были. Что мы никогда не пропускали в течение года ни одного богослужения. А тут вырвались рабочие дни, и надо успеть что-то сделать. Потому что детей уже принимать, а лагерь не готовы. Штукатурить надо и проще. Мы приехали. Обслуга лагеря. И уже вторая неделя, и каждый день по 7 часов идут богослужения. И у нас ничего еще не готово. Поэтому пришлось остаться на работе, как на государственной. Потому что лагерь наш, это зарегистрированная организация. И у старшего воспитателя идет даже стаж, как у обычных рабочих. Работает в лагере Станя. Сегодня суббота или воскресенье? Нет, среди на неделе. Вот мы и послали от лагеря одного на молитву в храм. А остальные скорее готовятся к раззаезду детей. Ремонт келей успеть делать. Видите, мы объяснительно все это и показали. Нам никак нельзя. Но хотя один от нас должен быть. И так вот, когда картофель копаем, не хватает никак людей. Но одного все равно пошлем. А почему? Да потому что, когда Израиль воевал с врагами, и уже все, зачехлили пушки. И стали считать, откуда не было. И оказалось, из города Мироза. Ну, скажем, с Калининграда или там с Новосибирска. Ни одного человека нет. Пересчитали, никого нет. А почему не пришли? То есть они ждали, на чьей стороне будет победа. Ждали. Вот как патриарх выступил против ГКЧП. Четыре дня ждал. Ни слова. То есть коммунисты вернутся к власти или нет. Ну, я же видно, что не определился, с кем он будет-то где-то. С любым будет. Лишь бы только не прогадать. Сидели и выглядывали в окно. А надо ли делать? А тогда и потом не надо было лезть. Раз сидел, то и вообще не было никогда. Тут-то зачем было заискивать-то? Вот об этом мы говорим. Если ты твердо знаешь свою позицию, тебе не надо никуда, говорится, налево-направо, то да-да, то нет-нет. Определенно, да и нет. Зачем ты развернул их так? Да, значит, до конца, стой, да. И еще. Или еще было. Батюшка не понял, почему наши люди, члены церковно-приходского совета, проголосовали против допущения Насти Деяновой к окрещению. Тут были пожары. Я прошу дать объяснительную, через кого это происходило. Писать объяснительную в этом не должно быть ничего странного, ибо это же делается на работе в любой организации. У нас принято, чтобы опоздавший на богослужение написал объяснительную. Нина запалила с той стороны огородов, а с этой стороны стоял и охранял ее Сашка, а ему три года. Благо, что хоть не сгорел. Вот такая тут механика безопасности. Механика, считай слово. Техника. Техника. Я тоже какая-то механика думаю. Березы горели, все пережгла, но не отчаялась, веселая. Виталий... Надежда моей жены, сестра родная. Виталий у меня спалил ветлину, пустил прямо под бок мне красного петуха. Оно выжигает что-то, а у нас написано, что как, безветренную погоду, только весной и осенью, когда рядом средства пожаротушения, безветренную погоду и предупрежденные все в деревне. А сейчас еще добавили, никогда не жечь, потому что это сплошь и рядом нарушается. А ведь есть инструкция, что сжечь мусор можно только вдали от дома и предупредить всех в деревне. Утром лишь можно и безветрие, и рядом, чтобы была вода и прочие инструменты для тушения пожара. Вы всем пренебрегли, потому что на первом месте хочу. В лагере горело весной. Говорят, что от преломления солнечных лучей через чашечки изоляторов на земле. Саша уже несколько раз горел. То комаров сжег, то мурашей, и оба раза пожар настоящий был. Это Саша здесь живет, где сейчас находится Роман. Батюшка нам дал указание сжечь за лагерем у бани, где огород, сухую траву. Мы сделали, а потом залили все водой. Прошло ровно пять дней, и нигде не было даже дыминки. И вдруг пошел ветер, и располыхалось. Чуть до бани не дошло. Едва залили. Это в корнях крапивы тлел труд, как Бекфордов шнур. Вот там в огонь упирается прямо в озеро, и Бог миловал нас. Иов 38.3 Припаяшь ныне чресла твои, как муж. Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Вот объяснительную Бог требует сего. Через объяснительную выявляется суть дела. И это есть оправдательный или осудительный документ. Если дается человеку шанс оправдаться, то может ли он противиться этому? В БТЕ 44.16 Иуда сказал, что нам сказать Господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. Вот мы рабы Господину нашему. И мы, и тот, в чьих руках нашлась чаша. Ты знаешь, о чем речь идет здесь? Конечно. Ну, интонация-то твоя такая, их догнали, их арестовывают. Тут-то разве непонятно, какой он стиль речи-то. Что нам сказать Господину нашему? Что говорить? Чем оправдываться? Бог нашел неправду рабов твоих. А ты говоришь, как будто бы задорный такой голос. Да им да не до этого было. Они полумертвые стояли от страха. Так, Иов 9.2.20 Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек пред Богом? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Если я так буду тихо читать, вам такое не пойдет, Иван Тихонович? Еще давай. Иов 13.16 И это уже оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лица его. Иов 33.32 Если имеешь что сказать, отвечай. Говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Сирахов 1.21 Страх Господень отгоняет грехи. Имеющий же страха не может оправдаться. Это объяснительно даже не поможет. Старший зовет слугу или сына и говорит ему. Сядь рядом, объясни, как ты мог такое сделать. Что случилось? Как ты мог дойти до такой жизни? Что послужило причиной, как ты мог в эту историю так дурно войти? Ничего не пойму, объясни еще раз. Да поподробнее, чтобы я мог вникнуть. Может, есть еще выход? Говори. И человек дает объяснительную во второй, в третий раз, что так и так дело было. Иоанна 9.11.15.26.27 Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силуам и умойся. Я упошел, умылся и прозрел. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою, как отверстили твои очи. Он отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите услышать? Или вы хотите сделаться его учениками? Да, требует объяснительную несколько раз. И каждый раз он спокойно отвечал. Разгневались фарисеи на Христа, исцелившего, и на исцеленного, и родителей запугали. Сирахов 1.22. Не может быть оправдан несправедливый гнев, ибо самое движение гнева есть падение для человека. Сирахов 7.5. Не оправдывай себя пред Господом и не мудрствуй пред царем. Сирахов 10.32. Кто будет оправдывать согрешающего против души своей? И кто будет хвалить позорящего жизнь свою? Сирахов 23.13. И если он клялся напрасно, то не оправдается, и дом его наполнится не счастьями. Оправдание? Это объяснительное он дает. С тема-то объяснительная. Отвечающие за дело, старшие желают знать, почему так получилось, как на самом деле дело было. Объяснительное может быть и устное. Назначение всегда должно быть одно – узнать правду и согласно ее казнить или миловать. Человеку, сжимущему правде, нечего скрывать, если даже суд будет в его пользу. Ибо он мог оступиться нечаянно. Деяние 23.5. Павел сказал «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем не злословь». Деяние 26.2. «Царе Гриппа, почитай себя счастливым, что сегодня могу защищаться при тобой во всем, в чем обвиняет меня иудеи». Первую объяснительную Бог брал с Адама, а потом с Евы. Бытие 3.11. «И сказал Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Какая связь с наготою согрешения? Адам ее не знает, но вопрос сам открыл, что скрылся». Он сказал «Голос твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я нагр и скрылся». Я какое слово скажу, это уже подтверждение Священного Писания. Практически сегодня я не знаю, кто бы проповеди свои строил так у православных. Первые объяснительные были очень краткие, ибо вопрос был поставлен очень конкретно – да или нет. Все оправдания уже были от того духа лукавства, который и подоткнул к знаниям, дал вожделение. Матфея 5.37. «Ну да будет слово ваше – да, да, нет, нет, а что сверху этого – тот лукавого». Когда пророк Нафан облегчил царя Давида, тот не сказал искать причину – в женщине или в погоде, но прямо сказал, что он и есть вор, укравший овцу. Второе царство 12.13. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». При освобождении, после первого пребывания в тюрьме, с меня была взята подписка, что я не буду распространять архипелаг ГУЛАГ Солженицына. После освобождения я попросил дать мне копию этой моей объяснительной, которой, если смотреть со стороны человека мирского, я выгляжу совсем не героически. «Отрекся от своих убеждений человек. А там ничего этого и нет. Никаких убеждений моих религиозных никак не захватывает. Даже напротив, высвобождает меня для основной работы в деле благовестия. Я же не политический борец за права советских граждан, и не борец с тоталитарной системой коммунистов. Мне выдали эту бумажку. Я ее подшил в свои грозбухи. У меня их 67 томов, мои документы, моя переписка и что ко мне писали люди. Все переплетено в тома по 500-600 страниц в каждом. Прочитал это Миша Буряков и возликовал, что нашел во мне въязвимое место, и не раз туда тыкал головешку упреков и отрекся». Слава Иисусу Христу! После своего отречения отец Дмитрий Дудков говорил о себе у Достоевского о братьях Карамазовых. Говорится, что когда умер Зосима, то от него пошел запах. И глава в романе так и называется «Провонял». Он провонял после смерти, а я провонял при жизни. Вот отец Дмитрий так говорит. «Вот и я провонял, и не раз уже. Это же жизнь, разное случается. И бывает и под себя сходишь во сне. Мало ли что бывает. Бывает только с тем, кто сдох. Кто ничего не делает, тот не ошибается. Только тот не ошибается. От архипелага мне и нужно было отгребаться. Я же заботился только о проповеди Евангелия, а не о крушении железного занавеса атеизма. Мне приходится вести занятия по изучению Слова Божия в техническом университете. И уже 10 лет там собираемся. А всего 18 лет я в одном только университете. А так в пяти университетах вел занятия. Когда в очередной раз я подошел к аудитории, то произошла следующая сцена, которую потом университетская газета описала так. Кавычки открыты. Многие, наверное, знают, что в нашем университете вот уже более 10 лет ведет занятия по изучению и толкованию Библии православный проповедник Лапкин Игнатий Тихонович. Аудитория, посещающая их, разновозрастная. От детей малых и студентов до взрослых людей с разным образовательным уровнем и социальным статусом. На объединенный стремлением познания Слова Божьего. А значит, желание возродить или поднять на высший уровень свою духовность. Это газета «Алтайский политехник» называется. Университет большой. 21 тысяча студентов из 18 стран только здесь учатся. И она написала так. Кроме этого, поистине энциклопедические знания Игнатия Тихоновича делает эти встречи насыщенными, яркими и очень интересными. И годами все шло, как шло. Бесконфликтно, спокойно. Во всяком случае, ни у кого не возникало вопросов или недовольства при виде столь непривычной аудитории в узовских стенах. Это случилось перед началом одного из занятий. К 18 часам к аудитории номер 410 корпуса В или Б начали подходить слушатели. Игнатий Тихонович Лапкин, как всегда дождавшись, пока закончится пара часов у студентов, подошел к преподавателю забрать ключик от аудитории. А 410-я аудитория. А он должен там сдать ее, внизу. А потом я должен пойти брать. А чтобы не спускаться туда, мы договорились, и уже знают. А потом мы отдадим ключи. И каково же было изумление его и всех собравшихся от слов, которыми их встретил кандидат экономических наук, педагог. Педагог. Сектанты, козлы и кое-что похлеще. Более того, непристойным жестом руки, показав на свое причинное место, дал понять, вот тебе, а не ключ. То есть руку, другую руку отломил до половины и покачал ею, как пишет Солженицын. Надо полагать, что от подобной сцены и на улице стало бы не по себе. Но чтобы такое себе позволить в храме науки, это уж увольте. Конечно же, инцидент не прошел для него без последствий. Да в общем-то и не фамилии дела. Вызывает недоумение столь эпатажное неприятие инакомыслия. Во-первых. А во-вторых, и это уже гораздо серьезнее, вызывает опасение пребывания в гузе столь невоздержанного и невоспитанного человека, призванного по роду занятий, сеять разумное, доброе, вечное. Почему в кавычки взято, сеять разумное, доброе, вечное? Почему? Почему в кавычки взято? Не знаю почему. Потому что стихотворение Некрасова Николая Алексеевича сеять разумное, доброе, вечное. Но я знаю, что это не ваши слова. Скажет сердечно русский народ. Да, да. Спасибо. Так, чему, с вашего позволения сказать, может научить такой преподаватель студентов? Не как профессионал? Нет. Чисто человеческих нравственных позиций, какой может подать им пример? Никакой духовности, конечно, тут не может быть и речи. Этот частный инцидент все же наводит на грустные размышления. Тамара Савалей, алтайский политехник, номер 10, 2288, 27-12-2000 года. Утро меня пришел в университет. Рассказываю академику Семкину. Борису Васильевичу. Да вы что? Это у нас такое? Кто он такой? Он мне фамилию... Я отвечаю ему. Он мне фамилию свою не сказал и никто его не знает. Борис Васильевич повел меня в ту комнату для расписания уроков. А там компьютер. Нажали кнопочки и поплыли все их сотрудники передо мной. Как только его лицо на экран выплыло, я его и узнал и пальчиком в его рыльце ткнул. Вот это он и есть. Кириллов Владимир Викторович. Пошел академик в другую комнату, а там сразу же и навели подробнее справочку. Оказалось, что он по совместительству преподает о самом университуте по экологии кандидат. Я уже пришел с заявлением, в котором просил устроить мне встречу с этим, в кавычках, героем дня. Как же он может воспитывать юношество, если такой хам и грубиян и придерзкий человек? Придерзкий. И мы после него, когда приходили в аудиторию, то на доске и на кафедре голые красотки из жевательных пакетиков. Их не могут, видимо, сжевать, и выбрасывают, и клеят. Пошел к Естегнееву. Естегнееву, ректору ГТУ. Тот узнал про это и тут же. Да я с ним сегодня же расстанусь. Выгоню его немедленно. Пошел я еще и к тому директору, где работает по основной работе этот, кавычках, работяга Кириллов. Как его зажали со всех сторон, и он тут же мне звонит домой, чтобы нам встретиться. Потому что его там увольняет. Его там увольняет, и тут не сахар. И тут не сахар. Говорит, простите, я виноват. Я не знаю, что со мной случилось. У меня дома неурядицы. Когда встретились, присутствие академика Мироненко, и сказал кандидату, первая жена от Бога, вторая от людей, а третья от дьявола. Он весь на меня всклонился. Откуда вы знаете, что у меня третья жена? Да я ничего не знаю. Я сказал пословицу. Я теперь за него стал заступаться. Мне говорит этот, по телефону говорит, а вот такие люди есть. Говорит, белый флаг сразу выкидывают. На беседу я взял с тобой Татьяну Капустину. И около полутора часов беседовали. То есть академик Мироненко нас в отдельной комнате с ним. И тут он сидит совершенно другой человек. Он места не находит нигде. Его просто все, вышвырали на улицу везде. Так, и он пишет объяснительную на ректора. А ту, которую написал на меня, эту я уже приколол к своим архивам. Я сказал академику. Виталий Федорович, у этого Кириллова положительно то, что он тут же позвонил мне и принес извинения. На этом мне сказал ректор. Это тип такой есть. Когда они чувствуют, что проиграли, они сразу же выбрасывают белый флаг. Так, ни вахтера воссвидетели не стали вызывать. Эколог не стал запираться. Да и к лучшему. Я начал его уже жалеть. Но он поправился при встрече. Я не совсем так сказал. Может, сказал, не козел вонючий, а козел поганый. Хочу теперь узнать у него, с чего ради он на меня наехал. Сорвался, как с цепи. Да я ничего на вас не имею. Но вы знали ли, хотя, кто перед вами стоит? Да, нет. Да нет. Да нет, деда. Да нет. После да ты делаешь запятую, а я и нету здесь. Да нет. Да я изменяюсь. Если бы и хотя один заключенный услыхал, что вы так на меня сказали, Я ему говорю. Вас бы размазали под стенки, соскребать, и нечего было бы. На моих занятиях профессора сидят, а потом говорят, мы как малые дети сидим и ничего этого не знаем. Ваша-то наука, экология, что она значит? Вы на наших людей посмотрите и сторонитесь с теми, кто перед вами сидит. Вот это я ему все сделал. Раз попался сюда, а теперь я пошел в его институт, за него заступать все перед этими, его везде оставили на работе. В церкви есть молитвы, где все поют. Кто никогда и никак не поет в храме даже губами не шевелит. Вопрос. Поднимите руку. В житиях святых написано, что Божья Матерь раздавала награды за пение тому, кто в хоре пел. Одна тому, кто в церкви подпевал, другая награда. И всем при том, с учетом труда и напряжения. 5 июля Афанасий Афонский. В видении он видел Богородицу, которая певцам раздавала монеты. Кто в хору 12 сад, кто на паперке 6 сад. Он просил, чтобы ему быть в числе поющих. Если батюшки нет, я же говорил, что можно 7 петь, как было в ранней апостольской церкви. При том, это люди сидят, я им говорю конкретно. Начинайте почаще смотреться в зеркало. Сдвигайте себя. Какой ты вошел в храм и какой вышел. Есть ли разница? Яков 5.13. Зла страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Значит, ты сомкнутым ртом показываешь, что у тебя нет никакого веселья, а только печаль, и при том неизвестно от чего. Разбираем большие вопросы духовного порядка. Вы сидите, слушаете, вроде бы и согласны со всем. Но как только коснешься внешнего, так сразу же и упрек. Вы только на юбки и платки смотрите. Ну и это нужно. Василий Великий говорит, что в христианине все иное, чем у мирских. Если принято в уставе, чтобы было не выше 10 сантиметров край платья от земли, так будьте добры и исполняйте. Чтобы за вами не смотрел исполнитель. В малом не верен, то во многом чего ожидать? Матфей 25, 21. Господин его сказал ему, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего. Сказано, чтобы было у сестер два платка. И даже Таня Дмуха и та уже надела. Так она сегодня только и надела. Это мне говорят слушатели потеряющие. Нерасположенный к Тане человек может подумать про себя. Сегодня Дмуха уже надела. Так я ее вчерашним днем упрекну. А я отвечаю таким. Так нельзя. А ты бы сказала так. Таня неизвестно почему не надевала. Но вот она надела, и я буду ей подражать. А то тут еще лучше слышу от некоторых. Будешь делать замечания, так я совсем в храм не приду. Это уже настоящая угроза. Почему же когда берут в армию, в монастыре, в тюрьме, где есть дисциплина, там всегда есть форма. 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 Вот мы идем с начальником по двору в тюрьме. И стоят рабочие. Человек 30. Мороз. То есть я у них там 17 лет сотрудничал с тюрьмой. И переходим там. Огромная тюрьма. 3700 человек. И они там убирают. И вижу я их. Все до одного с шапки сняли при появлении лейтенанта. Значит, вам нужна палка? У Бога легко это сделать. И для всей страны. Как уже проходили эти уроки. Да мало чему научились. Притом, несмотря на погоду. Это и есть порядок. Мы пришли к Богу. Соблюдайте же порядок. Надей второй платок, чтобы волосы не выбивались. И сколько ты не бьешься, но при одном платке так они и ползут. Видишь, у нас так взял. Называется повойник. И у нас даже девочка, самая маленькая, маленькая, там грудничок, должна быть так одета. Не как у старой обрядцев. Не замужья, а полголовы. Вот она видит, стоит. Я говорю, на каких пор на замуж не вышло? 30, 40, 60. И все на полголовы открыто. Что глупости-то? Покорись, и тебе легче будет. Великая листья меня требуется. Знаю, что есть мужья буйная. Но очень много значит, что если жена будет сострадать, молиться, побуждать к покаянию, а не на упреках замесы делать. Пословица говорит, ночная кукушка перекукует дневную. Почаще молись, и будет по-другому. Перестаньте гневаться, и не хамите, пока еще есть возможность исправиться. Если у тебя неприятность, то и вида не показывай, чтобы от тебя положительная энергия на всех распространялась. И можешь еще лучше сделать, прийти к старшему и попросить. Давай помолимся, а то никак не могу себя обуздать. Ни разу не подойдут, не попросят прощения за хамство. И потому гниете в своем грехе. Это же все вам в детях ваших отомстится. Так они передо мной сидят, я говорю живым людям-то. Слово-то доходит до них. Дружинин Геннадий Петрович. Этот окаянный сексот, коммунист и милиционер в прокуратуре уже написал не менее 10 типов и объяснительных, как и почему он воевал против жителей Потеряевки, против меня. Его зажал настолько крепко, что он во все органы давал объяснительную и в милицию, и в прокуратуру, и в своем отделе, где служил, и везде получил по шапке. То есть у нас поселился один там с сыном приехал, подполковник милиции. Ну, покосной такой. Везде все это узнает, что увидит я. А почему это дерево там, гнилое дерево свалили? И сразу жалобу. Ну, а потом я терпел, терпел. Он говорит, кого-то мы ограбили, из кого-то ожерелье там сняли. И он развешивает объявление в городе, ищет какую-то женщину. Ну, тогда я подал, и его захватили, кажется, 129-я статья Уголовного кодекса уже. Ну, он тут и запрыгал. Объяснительная должна быть точной, исследовательской. Вот история из древности. Царь убедил человека, который был с закрытым лицом. Царь поинтересовался, в чем дело. Какая-то книга царств, 20 глава, 38-41 стих. И пошел пророк, и пристал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал, раб твой ходил на сражение. И вот, один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал, стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу. Или ты должен будешь отвесить талант серебра. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский, таков тебе приговор, ты сам решил. Он тотчас снял покрывало с глаз своих и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. Царь отпустил главного террориста, и теперь война вновь будет продолжаться. Объяснительное царя не было принято пророком, и царь понесет свою вину за отпущенного, захваченного уже в плен врага. Если бы кто духовно посмотрел на нас, то у нас у всех головы перевязаны, может быть, потому что занялись теми и другими делами, а главное упущено. Есть у нас люди, кто с первого года здесь и живет, и все еще бедность не избыл. А ты приди к батюшке, посоветуйся, и сам постоянно учись, и трудись больше, пораньше вставай. Дух противный в человеке не дает ему преломить себя, и человек этого не видит. У нас есть зять, который мою маму никогда не назвал мамой, а только Мария Егоровна. Почему? Я ему показывал на Библию, что теща его вторая мать, а он уперся, и так на том остался. Давид 10, 12. Потом сказал дочери своей, «Почитай твоего свекра». Свекра. Свекра и свекровь. Теперь они, родители твои, желают слышать добрый слух о тебе. И поцеловал ее. То есть родители твои, мама, папа, вот у меня теща была, маму я с первого дня назвал, и все, а этот никак, до самой смерти. И мама умерла так моя, он ее ни разу не назвал так. Попроси у него объяснительно, почему он так делает, а не так, как принято. То он не даст никогда, потому что ему страшно будет смотреть на свои каракули, обличающие его упрямство. Пересиль себя, пойди попроси прощения у обиженного тобой. А если тебя возьмут в лагерь, ты будешь шапку ломать, в кавычках, с первого дня. Ну, как заключенное. Ты перед любым будешь склоняться. Если посадят в пресс-хату, твоим калом будут хлеб намазывать, и будешь есть, и будут тебя насиловать, и будут подвешивать. Вот так. Я говорю, чем там занимаются заключенные. А здесь, если есть маленькая воля, возможность что-то сделать по-своему, то человек думает, я буду идти наперекор логике, чтобы свою самость потешить. У нас были в общине люди, которые не хотели работать, такие как Зоя Деянова, Костя Малютин. Они вообще сидят на шее дармоедами. Их отлучили от церкви за это, попросив дать объяснительную, почему они не хотят работать. Они стоят на своем, и потому мы лишились их. Ну и что? Это совсем с ума, как сумасшедшая сделалась. И сына ростит, и сын уже на учете стоит, нигде не работает. Нигде. 2 Фессалоникийцам 3, 10, 15. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слово вашего, всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Писание определенно говорит, чтобы люди работали, и паразитов не нужно подкармливать, чтобы их желудок побудил пойти на работу. Притча 16, 26. Трудящийся трудится для себя, потому что понуждает его к тому род его. Посылаю вам объяснительную от Мити Дружинина, которую он писал, когда уезжал из Потеряевки, и как он благодарит всех за хорошее к нему отношение. А теперь переметнулся к католикам, а потом харизматическую секту в новая жизнь и в еврейскую организацию Эвенезер, еврейских полукровок на бойню против арабов вывозить в Израиль. Сран-то какой, на Руси завелся, что забыли, для чего живем. И там работать его устроили только после того, как дал он подписку, что нигде иудеям не будет говорить о Христе. Это уже самое настоящее христопродавство на Руси. Видите, как не заканчивается, как, видимо, пленку перевернул, где-то скрылось и ничего нет. Так, сейчас я отрываю это, а потом, ну, кто здесь есть, мы снова вас подключим.